Меня преследует мегачерст на бронепоезде в Майнкрафт, и он уже меня догоняет. Моей задачей является выжить, прокачивать свой поезд, исследуя локации на заброшенной железной дороге. И ехать как можно быстрее, ведь если он меня догонит, мне придет конец! Я его вижу! Посмотрите, как он быстро приближается! Насчет поезда нас обманули. Кажись, у нас просто какая-то платформа. А этот червяк с 15-этажное здание! Первая наша проблема, мы ехали слишком медленно. Спастись сейчас поможет только чудо. Я, я вижу какой-то сундук. Мы можем спокойно спрыгивать и залутывать все, что нам нужно. Блин, этот червь уже так близко! Железо, какая-то непонятная штука и золотое яблочко. В этом выживании, помимо червя, нас ждет огромное количество других монстров. Выиграть сегодня мы можем только в том случае, если доедем до конца железной дороги. А чтобы не терять скорость нашего поезда, мы будем добывать многие ресурсы буквально на лету. Крафт улучшений и новых вагонов поможет сделать сильнее защиту, быстрее скорость и лучше приемы для борьбы с этим мегачервем. Сегодня нам придется действительно выживать. От него невозможно уехать, он просто огромный! Так, что за штуку я нашел? Колотушка позволяет переключить внимание огромного червя от себя. Опа-на! Так! Все! Посмотрите! Червяк реально на нее сагрился! Не знаю, ребят, надолго это или нет, но он действительно кружит вокруг этого предмета. Колотушка создавала некие толчки, которые привлекали внимание монстра. По такому же принципу он агрился на нашу ходьбу и на движение поезда. Данный предмет очень сильно может помочь нам и является самым главным и простым способом сбить с себя внимание червя. Вот и начинается наше выживание! Первым делом я сделал верстак и печку, которые в виде улучшения я расположил на своем поезде. Залутывая некоторые руины, которые появлялись на пути, мне даже удалось найти стены для поезда. Это было наше первое улучшение. Оооо! Вот смотрите! Я не думал, конечно, что это поможет нам против червя, но если какие-то еще монстры будут, мы сможем хотя бы немного укрыться. Наш поезд пока что не выглядел как супер навороченный транспорт. Да, конечно, я поставил стены, но в этом выживании моя команда добавила более 40 улучшений. Мы даже сможем находить новые вагоны и прицеплять их к нашему поезду. Организовывать склад, техническую комнату и даже комнату с супер пушкой. Первый день у нас подходит к концу. Останавливаться, как вы понимаете, я не имею права. Печку я закинул немного железа переплавляться, и мы аккуратненько продолжим путь. Единственное, меня настораживает тот факт, что червяка я давно уже не слышал. Скорее всего, пока что червь потерял наш след. Это могло нам дать небольшую фору в изучении карты, в поиске нужных улучшений и продумывании тактик, каким образом с этим червяком можно будет справиться. Пока я ехал, я очень внимательно слушал звуки и наблюдал по сторонам. И да, иногда червяк появлялся на горизонте, а иногда была полная тишина. Ребятки, смотрите, это, походу, первая наша локация. Скорее всего, там будут монстры, потому что это строила моя команда. Но, конечно, такие локации мы просто проехать мимо не можем. Это было старое депо. Раньше оно действительно функционировало, но сейчас здесь ходили только скелеты. Привет, скелет. Ай, ай, кусок костей. Ладно, давайте перед тем, как лутать эту локацию, я скрафчу для начала себе железный меч. С ним будет намного спокойнее. Из соперников тут обычные скелеты. Вы слишком слабые, ребята, вам бы кушать побольше. Что я точно знаю об этом выживании и о чем вам я еще не рассказывал. Как мне сказали, нас ожидает несколько биомов. И что наш червяк может выйти за берега пустыни. Тем не менее, пока что мы здесь. И лут здесь достаточно неплохой. О, пушка, отлично. Пистолет. Ну что, скелет. Вот, теперь будешь знать, как подходить ко мне. Я супер опасный ниндзя. Так. Кажется, это он. Вот, черт, смотрите, это червяк. О чем я думаю? Конечно, с пистолета я его не уничтожу. Нет, 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 нет. Вначале умирать нам нельзя. У меня весь экран трясется. Какой же он огромный. Я пока не знаю, что против него придумать. Давайте еще немного залутаемся и все, будем уезжать. Залутав нашу первую локацию, мне предстояло отправиться в огромное и длинное путешествие. За ближайшие дни я встретил парочку интересных локаций. Тут, походу, был червяк. Он начал оставлять за собой следы. Ладно, мы ему еще покажем, да, ребята? Двигаясь по железной дороге, я также встретил огромную заброшенную машину. О, тут пусто. Давайте добудем железо. Уголь тут тоже есть. И блокпост, который стоял прямо посередине железной дороги. Думаю, тут есть рычаг. Что? Вы... Ходячие кактусы здесь! Признавайтесь, вы помощники этого червяка? Давайте соберем каких-нибудь блоков и полетим дальше. Исследуя пустыню, я даже смог получить два достижения. Первое за преодоление пути в 5000 блоков. А второе за нахождение оазиса. Это миражи! Вокруг пустынные черви! Последней локацией, до которой я доехал в пустыне, был небольшой карьер. Путь был для нас перегорожен, поэтому необходимо было решить загадку. Победив опасных скелетов, добыв железо и поднявшись на самый верх крана, я смог открыть для себя ворота. О, еще одно улучшение! А-а-а! Это вагон новый! Смотрите, ну сюда мы скорее всего сможем поставить сундуки, ящики, может быть кровать. Другой вопрос, что для этого вагона, кажется, надо снова искать стены. А-а-а! Я что, собиратель какой-то? Пока я ехал в тишине, я успел посмотреть крафт колотушки. Это было единственное, чем мы могли задержать червя. В пути мне попадалось огромное количество сухих деревьев. На протяжении всей железной дороги наш поезд двигался еще очень медленно. И на протяжении всей железной дороги я мог спрыгивать на песок, лутать быстро, что мне нужно, и возвращаться обратно на борт. Благодаря этому в течение нескольких дней я смог скрафтить целые три колотушки. Пожалуй, оставим их на самые сложные моменты. Ой-ой-ой-ой, я его слышу. Поехали, поехали, поехали! Он очень быстро приближается. Так, впереди все зеленеет. Не может быть, это, кажется, новый биом. Хорошо, что я скрафтил колотушки, потому что сейчас мы будем их расставлять. Давай, червяк, давай, прямо на меня. Бежим, бежим, бежим. Офигеть. Это он будет еще, если что, сильнее становиться. Все, сваливаем, сваливаем, сваливаем. Зимон попал в новый биом. Измерение водопадов. Это не просто горы с источниками воды. Заглянув в один из них, можно узнать множество секретов. Офигеть. Этот песчаный червь все-таки вылез за пределы своей пустыни. А мы попали в новый какой-то зеленый биом. Вокруг я вижу огромное количество разных небоскребов заброшенных. И на пути у нас уже виднеется локация. Останавливаться или не останавливаться? Вот в чем вопрос. Ладно, если посмотреть на мой поезд, ответ очевиден. Идем лутаться. В любой момент сюда может прийти червь и снести полностью это здание. Поэтому залутываем ящики. Так, железо. Водоросли! Нет, водоросли мы не берем. Нитки. Корона. Уголь. Окей, я его слышу. Да, он где-то рядышком. И нам бы, конечно, по-хорошему сваливать. Единственное, что я не понимаю, каким образом мы реально можем от него уехать. Локация, которую я продолжал лутать, называлась Завод Старого Мира. Поднявшись на второй этаж, еще немного поизучав ящики, я нашел очень интересный рецепт крафта. Это был локомотив. Чтобы ускорить наш поезд в этом выживании, нам придется крафтить угольные, паровые двигатели. Либо целые тягачи. На все это нужно немереное количество ресурсов. Но первый шаг я уже сделал. Крафт локомотива. Был уже у меня. Ааа, я его вижу, офигеть. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Этого нам еще не хватало, посмотрите. Вокруг начали спавниться разные монстры. Это, кажется, помощники этого червя или просто какие-то непонятные чупакабры. Одно хорошо, что у нас есть эти стены. Получай, и ты тоже. Ааа, ребята, это жесть какая-то. И червь ускоряется. Я бы съехал с железной дороги и попробовал бы как-то укрыться, но у меня нет такого варианта. У меня всего одна дорога. Посмотрите, он прямо сейчас уничтожает здание. Так, 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 аккуратно, аккуратно. Уходим, уходим. Ё-моё. Я только что потерял вагон. Я только что потерял вагон. Хорошо, что на нем ничего не было. Уезжаем отсюда. Так, колотушка, колотушка, колотушка. Ааа, что за жесть? Всё, окей, уходим. Именно в этот момент нашего выживания я понял действительно реальную угрозу этого червя. Та самая платформа и основание для нашего поезда было разрушено нашим монстром. Если бы ему удалось сломать основной вагон, моё выживание сразу бы закончилось. И второй попытки на прохождение у меня бы уже не было. И в этот момент удача повернулась ко мне лицом. В спешке, лутая завод старого мира, я прихватил ещё один чертёж. Это был чертёж переработчика. Невероятно крутого улучшения для нашего поезда, который позволяет из огромного количества хлама создавать ресурсы, нужные для улучшений. Ладно, знаете, это не так уж и плохо. Я думаю, что я смогу это всё собрать. Плюс ко всему, нужно постараться скрафтить сейчас новую платформу или её найти. Потому что да, уже надо организовывать склад. У меня полностью забитый инвентарь. А это ещё что? Кажется, развилка. Впервые за этот ролик у меня появился выбор. Чтобы не рисковать, я решил остановить свой поезд и пройтись немного вперёд. А, смотрите, здесь железной дороги нет. Скрафтить я её никак не могу. Здесь просто... Её здесь просто нет. Тогда поедем другой дорогой. Проехав через наикрасивейший водопад, меня ждала вторая локация в мире водопадов. Это были висячие сады. Вау, посмотрите. Я думаю, что пусть поезд медленно продолжает ехать, а мы быстренько попробуем тут всё пройти. Да, я думаю, вы тоже слышите все эти звуки червяка. Мне это тоже не нравится. Скорее всего, в скором времени он опять нас догонит. А у меня осталась всего одна колотушка. Если чё, они вообще не просто так крафтятся. Что меня радует, так здесь нет монстров. Есть арбузики, тыквы и даже ящички. Давайте сосредоточимся на том, что нам нужно скрафтить наш переработчик. Поэтому для него здесь есть некоторые ресурсы. Я надеюсь найти все и сделать это моментально быстро. Судя по всему, это очень древняя локация. Знаете, несмотря на то, что за мной гонится червь, мне нравится это всё исследовать. Огромный мир, огромный. Я думаю, что в этом ролике мы можем все 50 тысяч блоков проехать. Ну а по поводу мегачервя, я скажу так. У нас заняло действительно очень много времени и сил, чтобы добавить и сделать его в игре. Если среди моих подписчиков есть ребята, которые учатся на программистов, скажем так, этот червяк, он процедурно генерируемый. То есть абсолютно нет никаких повторяющихся его анимаций или последовательности, которые он следует. Он абсолютно хаотичен и следует только необходимостью и своей целью догнать нас. Ну и естественно наш поезд. Так, ну сады были ко мне дружелюбны, поэтому мы вроде собрали все ресурсы для переработчика. Возвращаемся на наш вагон. И готово. Всё. Теперь наша задача сделать локомотив. И как вы можете слышать, это надо сделать до того момента, пока червь меня догонит. Мир водопадов был абсолютно уникальной и наикрасивейшей локацией. В таком красивом мире было трудно представить существование мегачервя, который становился разрушительней с каждым днём. Тем не менее, так оно и было. Ребята, бежим, бежим, бежим. Давай, 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 ё-моё. Это очень, это очень опасно. Он сзади, блин, прям подо мной. Так, окей, запрыгиваем, запрыгиваем. Давай, проваливай отсюда. Пока-пока. Правда, это, это, это была моя последняя колотушка. На то, чтобы проехать весь мир водопадов, у меня ушло 4 дня. И заметил, что червь стал быстрее и куда более агрессивным. А ресурсов для локомотива у меня всё ещё не хватало. Ну что, настало время отсюда выезжать. Это был удивительный, зелёный и невероятно крутой мир. Что ждёт нас дальше, можете уже увидеть на горизонте. Третий биом. Это был мир электрического апокалипсиса. И прямо сейчас мой поезд в опасности. Кстати говоря, громотвод здесь есть, но я не успел его скрафтить. Электромир, тут постоянно бьют молнии. Многие локации опасны своим напряжением, но есть и положительная сторона для Зимона. Червь намного хуже слышит поезд из-за сильных молний и шумного дождя. О, вот это отлично. Окей, возможно для нас это шанс залудать как можно больше всего. И наконец-то скрафтить локомотив. Монстров здесь очень много, они прям постоянно на меня нападают. Давайте забежим в этот дом. Так, новая пушка. Окей, новая пушка это хорошо. И даже есть патроны, окей. Отстоять монстров, вы электролизованные. Со всех сторон у меня еще бегут электрические криперы. Предлагаю скрафтить две платформы. Первая готова, отлично. И еще одна. Молнии могли спокойно ваншотнуть. Пришло время скрафтить крыши. Для этого нужно было много железа. Пещера здесь есть, но монстров очень много. Майнкрафт это игра, которая была создана для копания в шахте. Поэтому давайте, у нас нет других вариантов. Монстры даже в пещерах. Окей, закидываю в печку, закидываю в печку. Сейчас хотя бы одну крышу сделать, и я уже буду себя защищеннее видеть. И чувствовать самое главное. Крыша была сделана. Но каково же было мое удивление, когда я доехал до первой локации в этом мире. И там уже все разносил мега червь. Ладно, давайте попробуем из нашей новой пушки. Ааа, смотрите, я могу его отгонять. Я могу его отвинять с помощью пушки. Ааа, смотрите, это новый вариант. Окей, мы уже знаем два способа, это работает. Нет, единственное, на меня агрится очень много монстров вокруг. Это просто какой-то экшен. Пол хп, пол хп, пол хп. Хилимся, хилимся, яблочко, яблочко. Патроны у нас тоже не бесконечные, как вы понимаете. Поэтому просто проезжаем дальше и отстреливаемся от этих монстров. Червяк, нет, нет, уйди, уйди, уйди. Я не готов сейчас с тобой видеться больше. Он продолжает кружить вокруг меня. Окей, уезжаем, уезжаем, уезжаем. По нему еще тоже попадают молнии. Я не знаю, сколько урона это ему наносит. Но как будто бы это должно быть нам на руку. Давайте залутаем пока что эту локацию. Тут у нас тоже монстры, темно очень. Так, 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 хлебушек, хлебушек. Мне нельзя, ай, прям передо мной молния ударила. Патроны, отлично, еще патроны, патроны, патроны. Они нам очень нужны сейчас. Поезд-то уезжает, ребята, надо запрыгивать. Очень много молний, все они очень сильные. Стой, я тебе говорю, запрыгиваем. Отлично. Так, у меня для вас хорошая новость, кажется. Да, 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 все, ребята, локомотив готов. Только посмотрите, как теперь выглядел наш поезд. И насколько быстрее мы могли передвигаться. В ближайшие дни я проезжал тысячи блоков. И благодаря моему новому великолепному локомотиву, я мог это делать намного быстрее. Теперь, помимо того, что поезд выглядел просто невероятно, у нас появилась возможность уехать как можно дальше от червя. Ху-ху! Мчимся на всех парах, ребята! Мне кажется, мы можем так весь земной шар объехать. Если нас, кстати, молнии не уничтожат. А вот и новая локация! Это дирижабль! Заброшенный дирижабль! По звукам червь был достаточно далеко, поэтому я решил остановиться и полностью его залутать. Но для начала, перед тем, как мы туда пойдем, давайте сделаем ящиков. И побольше. Инвентарь полон, куда я все буду складывать, что найду. Скажу следующее. Пока что мы справляемся, но я уже был на волоске. В тот момент, когда у нас один вагон просто был уничтожен. Это необычный червь, ребята, и я уверен, что мы еще много чего о нем узнаем. Но моя команда по секрету сказала, что это какой-то необычный червь, и что в нем есть какой-то секрет, поэтому... Я в нем лично секретов не вижу. Я вижу, что нам нужно поскорее залутать этот дирижабль, так что давайте, пожалуй, это сделаем. Ага, тут монстры, монстры, хорошо. А, возможно, тут кто-то даже жил. Прыг! Скок! Немного надо простроиться. Тут очень много всего. Дверь, да, эту дверь лучше не открывать. Прокопаем вот здесь и аккуратненько мечом со всеми ними справимся. Коридоры достаточно темные, поэтому давайте сделаем факела. А, вылезают, 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 вылезают. Рубилово какое-то, ужас. А, патрона здесь достаточно. Погодите, текст. Не остановиться, догнать. Я разрушитель. Я не верил своим глазам, но, судя по всему, со мной пытался поговорить этот самый червь. Все это очень сильно меня настораживало. Но своих планов, как свалить от него подальше, я менять не стану. Э-э-э, это типа... То есть вы хотите сказать, что я уже поехал с ума и со мной разговаривает этот червяк? Или кто здесь? Все, дирижабль залутан, поехали дальше, поехали, поехали, поехали. На пути нас еще ждут десятки тысяч блоков. Так, для начала давайте закинем вещи в переработчик. Как по мне, самое классное, что есть в новом нашем локомотиве, это то, что я могу сидеть спереди, прямо на носу нашего поезда. И великолепно, прекрасно видеть абсолютно всю железную дорогу. Надеюсь, это поможет мне лучше замечать червяка. Червяка этого дурацкого. Пусть уходит к себе в пустыню. Червяк, мы тебя не любим. Ну, я, естественно, он хочет меня уничтожить. Больше всего в этом ролике мне нравилось, что в свободное время от исследования локаций и битв с червяком, я мог заниматься улучшением своего поезда прямо внутри нашей любимой игры Майнкрафт. Улучшений и вариантов их расстановки было настолько много, что по факту я мог создать свой собственный поезд. Я мог его покрасить даже в любой цвет, но решил, что красный подходит ему лучше всего. Да, у червя нет глаз, поэтому какая разница, он все равно не видит. Давайте еще вот это здесь поставим. И думаю, что мы столько времени проводим в пути. Конечно, давайте сделаем ферму. Рецепт крафтов некоторых улучшений был доступен изначально. На особо редкие и важные нужно было искать чертежи. В дальнейшем в исследовании этой карты у меня появится вариант развилок. Мы сможем выбирать, какие локации нам исследовать и заезжать в дополнительные депо. В один из дней путешествия по электромиру, молний было больше, чем обычно. На тот момент я еще не знал, что произошло одно из самых страшных событий. Одна из молний ударила в нашего червя. Его внешний облик изменился. Он весь буквально сиял от электричества. А самое главное, стал намного разрушительней. Сможем ли мы теперь от него уехать на нашем обновленном поезде? Определенно, это был новый вызов. Но пока что у нас была одна и единственная прямая дорога. Привет всем, с вами я, Зимон или Вова. Ну, как вам удобно. Ну, да, Владимир. Вовчик, Вован. Дедушка меня называет Вальдемар. Короче, называйте как хотите. Червяка уже не было слышно со вчерашнего вечера. Поэтому, да, я собираюсь сделать небольшой привал. Я подумал, что мы столько всего интересного проезжаем. Сто процентов можно исследовать окрестности и что-то найти. О, смотрите. Тут можно что-то найти. Железо. Аккуратненько. Иди ты знаешь куда! Ненавижу призраков. О, стены. Отлично, хотя бы одну не придется крафтить. За ночь я успел заделать крышу абсолютно для каждого вагона. Поезд уже выглядит внушительным. Поставив несколько сундуков у рельс и в 100 блоках колотушку, я принялся добывать первичные ресурсы. Если мы хотим путешествовать долго и безопасно, чтобы у нас всегда была возможность восстановить наши вагоны, нам нужно много камня, нам нужно много дерева и много кирпича. Я знаю, возможно это было скучно, но я это добыл. Сделаем небольшой навес. Монстры подваливают, но не часто. Нормально. Пойдет. Вот там виднеется что-то интересное. Стандартная локация, просто лут. О, секретный сундук, смотрите. Вау. Еще одна стандартная локация. А, нет, погодите, здесь. О, это паркур. Как оказалось, мир был действительно очень сильно наполненным. Я уже начал жалеть, что не исследовал те самые небоскребы, которые были в мире водопадов. Скорее всего, в них можно было найти очень много всего интересного. Но удалось ли нам в этом случае выжить? Это выживание 100% про проблему выбора. На следующий день в чат мне пришло уведомление, что если победить заряженного крипера, то можно получить одно из самых главных улучшений. Это был громоотвод. Ребят, без лишних каких-либо вопросов, без лишних слов. Все, сейчас сконцентрируемся, погнали. Мне очень нужен этот громоотвод. Я собираюсь уделить этому столько времени, сколько нужно, лишь бы получить это улучшение. Криперов в этом мире встречалось достаточно много. Некоторые уже были заряжены, а некоторым надо было подождать, чтобы в них выстрелила молния. И под конец дня я смог выбить себе два интересных предмета. Громоотвод, громоотвод, отлично. Ё-моё, сколько тут криперов. Это что такое, смотрите. Какой-то магнит позволяет собирать предметы поблизости. О, это нам нужно. Новый день. Я уже потихоньку загружал обратно ресурсы на свой поезд, чтобы двигаться дальше. Но я не успел, и мегачерфь был уже здесь. Подождите, подождите. Червяк! Почему он так светится, скажите мне? Это, это очень, это очень, очень плохо. Колотушек у меня больше нет. Черт взлетел на меня с огромной скоростью, но бежать мне было некуда. В этот момент я почувствовал, что моё выживание может закончиться прямо сейчас. Забираемся, забираемся наверх. Не знаю, чем я сейчас думаю, просто надеюсь, меня это спасёт. Он стал как будто бы электрическим. Стреляем! Он ломает башню, он ломает башню. Чем я думал, когда сюда простраивался? Мне очень страшно, снимите меня отсюда. Строить башню из булыжника, возможно, было моим самым глупым решением. Но вы не поверите, возможно, именно из-за него мне повезло, и сегодня червь меня не уничтожил. Так, он уходит, он уходит. Это звук, может быть, в... Я не знаю, может, это в нём дело? Но он отступает! Червь отступает, смотрите! Правильно, вали к себе в пустыню! Вы же понимаете, что он просто так нас не оставит, да? Тем не менее, давайте поскорее отсюда слезать. Я больше здесь задерживаться не намерен. Всё, загружаем на поезд и поехали. В скором времени, просто двигаясь по железной дороге, я перешёл в следующий мир. И это был мир полной невесомости. Ох ты, ё-моё! Червяк здесь, червяк здесь, червяк здесь! Ой-ёй-ёй-ёй! Где я оказался? Ох ты ж, ё-моё! Окей, 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 окей! Это вообще какая-то невесомость, посмотрите! Ладно, что нам делать с этим червяком? Патрон у нас не так много осталось. Офигеть, он просто разламывает всё! Вот сейчас странно. Погодите, погодите, здесь невесомость! Судя по всему, я попал в какой-то космос или пространственную петлю, я не знаю. Смотрите, здесь также летают блоки. Я могу вот так спокойненько, наверное, собрать? Да, я могу собирать! Окей, это просто невероятно! И мы со стороны можем прям очень круто осмотреть наш поезд. Больше всего меня волнует, куда же делся червь. Потому что, как мы знаем, просто так он не пропадает. Ладно, давайте сядем за руль и посмотрим, до какой локации мы сможем доехать. Двигаться по этому затерянному месту я собирался очень осторожно. Выглядело всё нереально. Отсутствие гравитации добавляло абсолютно других ощущений от лутания окрестностей. Уже буквально через 5 минут я приехал в первую локацию. Это было настоящее депо. Воу, воу, где это я? Ай-яй-яй-яй! Надо поезд тормозить, надо поезд тормозить! Подожди, куда? Не улетай! Ой-яй-яй-яй! Окей, я попал в какую-то локацию. О, колотушка, отлично! Теперь осталось разобраться вот с этими летающими монстрами. Так, 4 хп, 4 хп. Как вы можете заметить, у нас помимо нашего червяка есть ещё разные монстры, которые могут доставлять проблем. Птички какие-то непонятные. Я таких вижу, возможно, впервые. Возможно, просто не помню. О, алмазик, по трошке, смотрите, здесь есть какой-то нагрудник. Вау, он намного лучше моего. Эй, чупакабра! Железо, хлеб. Ты хочешь поехать со мной? К сожалению, нет, тебе придётся остаться здесь и ждать червяка. Ещё одна колотушка, слушайте, это прекрасно. И самое главное, что здесь у нас гравитация отличная. А как только мы попадаем вот сюда вот, мы сразу пребываем в невесомости! Воу! Окей, ладно. Думаю, что нам необходимо ехать дальше, или подождите. Здесь есть какое-то помещение. Ага, ящик. Абсолютно ничего. Думаю, что пришло время отправляться дальше. Впереди уже виднеется ещё что-то. Сейчас до туда доедем и посмотрим. Ага, смотрите, у нас ситуация здесь интересная. Какой-то, кажется, пост. И эти монстры наверняка не хотят меня никуда пускать. Но им придётся... Воу-воу-воу-воу-воу! Вот это он меня откинул! Самое главное, чтобы они не навредили моему поезду. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Так, уходи, 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 уходи! С патронами у нас большие проблемы, я вам скажу. Всё, патрон больше нет. Ладно, стыкуемся. Оп, едем дальше. Во всей этой невесомости было огромное количество предметов. Мне кажется, столько лута я не видел нигде. Кстати говоря, червяка я тоже не видел нигде. И это меня немного настораживало. У меня для вас три новости. Впереди виднеется что-то огромное. Вторая новость. Я нашёл новую пушку. В ней всего два патрона. И третья, я до сих пор не видел червяка. Его изредка можно услышать, но визуально его нет. Этот поезд мог бы быть побыстрее, но... Опачки! Я вижу каких-то пауков, птеродактилей. Честно, я даже не могу понять, в каком мире мы сейчас находимся. Это что ещё такое? Чувак, ты мне не нравишься! Так, надо затормозить! Ай, стоять! Ладно, мы припарковались, и хорошо, что у нас всё более-менее. Не считай того, что у меня три хп. Ой, смотрите, вот он! Червяк здесь! Ё-моё! Ээээ... Да, я выгляжу практически безнаружным. Особенно учитывая, что патрон остался совсем чуть-чуть. Джонни заперт внутри этой клетки. Пройди четыре квеста, чтобы спасти его. Какой ещё клетки? Оказалось, что на кране была клетка. Где прямо сейчас был мой пёсик! Моя команда знает, как заставить меня действовать быстро. Мне сто процентов нужно было его спасти. В общем, я проверил. Эту клетку никак не сломать. Судя по всему, действительно придётся проходить испытания. И я надеюсь, что этот червяк этому не помешает. Вокруг было множество островов. Все они были абсолютно разными. И первым мне приглянулся вот этот. Ой-ой-ой-ой-ой! Я лечу! Ох ты, смотрите! Там вообще лабиринт какой-то. Но сейчас я приземляюсь вот сюда вот. Посадка! Ай! Ну, ударился, синяк будет, и чего? У меня все дома, всё нормально. Что мы можем заметить? Здесь есть значки электричества. Ещё я слышу звуки каких-то слизней. О, слышите? Что мне необходимо сделать, чтобы пройти это испытание? Как минимум здесь есть вот такая пещера. Это кто ещё со мной пытается разговаривать? А, вот и слаймы! Смотрите, вот и они! Эти слаймы очень жёсткие, поэтому я буду пытаться и стараться как можно быстрее сломать их спавнеры. Спавнеров здесь много. Ё-моё, патрон-то у меня нету! Ай! Вы быстрые какие-то, блин! Он меня догоняет! У него кирка! Это был обман, но что сказать? Лохи! Знаете, что я думаю? Я думаю, что мы поставим колотушку где-нибудь здесь. Пусть она работает. Эээ, да. Видимо, колотушка здесь в этом мире может ставиться в невесомости. Теперь надо отсюда сваливать поскорее. Если червяк придёт за мной, то, скорее всего, сначала он найдёт эту колотушку. Приземляемся! А сейчас нам надо спокойно изучить эту пещеру. Сделать это было, как вы понимаете, очень непросто. Учитывая, что у меня практически не было патрон. Пока я сражался с этими слизняками и пытался пройти внутрь, червяк вовсю уже разносил колотушку. Судя по всему, по выходу из пещеры меня ждал сюрприз. Ладно, ещё один спавнер! Ой, пол хп, пол хп, пол хп! Уйди, уйди, уйди! Ладно, патрончики собираем. Так, всё, здесь вроде бы чисто. Спавнер ломаем! Ё-моё, вы слышите это? Это, судя по всему, червяк нас беспокоит. Хорошо. Знаете, сейчас я думаю, что нам нужно нажать на этот рычаг, и, возможно, что-то произойдёт. Не знаю, стоит это делать или нет, у меня нет вариантов. Отлично. Идём к другим испытаниям. Ой-ё-ёй, у меня червяк здесь! Ё-моё! Вот, да, он пришёл, он пришёл, ладно. Хорошо, что я поставил колотушку, и нам нужно сваливать с этого острова и идти на следующий. Главное, чтобы наш поезд был в порядке! Ладно, что у нас здесь? Следующее испытание, это какой-то лабиринт. Значит, мне нужно пройти лабиринт, пока этот червяк разносит всю карту. Так, помимо того, что мне надо его ещё пройти, мне надо каким-то образом туда попасть. Окей, я вход вижу. Давайте начнём просто бегать и искать вход. Ладно, спокойно, без паники, без паники. Я уверен, что я сейчас найду выход, и всё будет нормально. Так, здесь ничего нет! Нет! Ё-моё! Ай-яй-яй! Он здесь, ребята, он здесь! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Офигеть! Это что такое? Погодите! О, 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 о! Он сломал половину лабиринта. Возможно, мы сможем найти то, что нам нужно. Вот он, вот он! Подождите, рычаг! Рычаг, 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 рычаг! Рычаг, блин! Просто прожать рычаг! Отлично, отлично, вы активировали! Осталось ещё два острова. И чувствую, что здесь от червяка придётся маневрировать очень много. Следующий остров, который я посетил, был остров Паркура. Ничего в этом уровне не было сложного. Не считая нашего червя, который постоянно кружил вокруг. Если посмотреть на клетку с Джонни, то трёх из четырёх цепей уже не было. Осталось последнее испытание. Ты пришёл на последнее испытание? Здесь тебе нужно найти три ламинарии. Удачи! Плани найти ламинарии? Офигеть, вот одна! Окей, червяк всё ещё здесь. Давайте просто займёмся поиском. Я просто подключу своё суперзрение и готов искать. Уйди отсюда! Вторая, вторая есть, вторая на месте. У нас уже две! Ай-яй-яй, отходите! Отлично! Так, нам нужна ещё одна ламинария. Возможно, она где-то сверху. Всё, всё, у нас их три, отлично. Походу всё, готово. Возвращаемся к Джонни, бежим! Когда я подбежал на основной остров, то клетка была уже снизу. И возле неё нас ждал Джонни. Всё, Джонни, теперь это твоё место, теперь ты тут будешь жить. Я вот тут буду спать, а ты меня будешь стеречь. И если я замечу червя, будешь меня предупреждать. Погнали дальше. Пустота, конечно, одна из самых необычных локаций. Стоит сказать, что у нас было целое выживание в этой невесомости, в этой пустоте на поезде. Я оставлю подсказку, после просмотра этого ролика обязательно посмотрите. Как вы знаете, наша основная цель доехать до конца, постараться справиться с червяком. Поэтому, капитан Зимон, с вами будет сегодня до самой финальной остановки. Новости из путешествия в бездне. Первое, я еду уже очень долго. Моя команда как-то не рассчитала силы. Или рассчитала силы. Короче, карта просто огромная, я уже устал. Червяка слышно иногда, но я его не вижу. Зато есть маленькие монстры, которые мне уже просто надоели. Они повсюду. Второе, иногда на пути я встречаю вот такие астероиды. Мне их приходится иногда убирать, потому что поезд просто не проезжает, ему можно сломать. Вылазим. Монстры, сначала монстры, и теперь ломаем этот астероид. Да, ничего нет сложного, если не делать это тысячу раз за день. Через какое-то время у меня резко появился загрузочный экран. И я ожидал какую-то мега крутую постройку. Но я попал в полную темноту. Это был таинственный туннель. Воу, подождите, нас телепортировало? Окей, на меня уже бегут крысы. Так, какая-то местность прям неприятная. Впервые на поезде в замкнутом пространстве. Выглядит стрёмно. Тут у нас какие-то ящики. А тут у нас локация. Патроны, кости, неплохо. Самое главное не отставать от нашего поезда, иначе мы здесь останемся. Запрыгиваем и едем дальше. Основные монстры в этом туннеле это 100% крысы. Но, да, вот вы слышали. У нас есть червяк, который о себе напоминает. И я его даже не вижу, так что он может опасть абсолютно с любой стороны. О, локация побольше. Тут уже можно остановиться. И спокойненько залутать. Это был туннельный мир. Сложность была в том, что червь мог на меня вылезти с любой стороны. И издалека его заметить было нельзя. Я даже не мог это никак контролировать. Новые монстры, крутой лут и новый поворот сюжета. Все это ждет нас в этом мире. Осторожно, с этими крысами надо быть поаккуратней. Заходим. Хлеб, патроны. Картина, конечно, не из приятных. Опа, крыса, слышь ты, что ты на меня машешь? Я с тобой вообще ничего не делаю плохого. Возьми вот хлеб. Ай, ты чё? О, меч. Отлично, меч. Свой меч я куда-то потерял, почему бы нет? Проехав немного вперед, я услышал червя уже очень близко. Это было не смешно. Этот червяк, конечно, вообще как будто бы он иногда даже дает мне шансы выжить. Не знаю, как я каждый раз его переживаю, но каждый раз может быть последним. Во всяком случае, помните, вагоны, материали и хп тоже. Смотрите, это какое-то метро прям. Воу, наверное, это одна из моих любимых локаций. Тут атмосферно. И до сих пор страшно. А вот это впереди, видите? Это чё? Как оказалось, я подъезжал к очень важной локации, где я смог узнать подробнее про нашего червя. Стоп, 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 стоп. Вы агрессивны? Нет, 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 вроде бы нет. Вау, тут очень большое помещение. И ходят роботы. Роботы под землей. Прям под землей. Дальше прохода у меня нет, разбить я это никак не могу. А следовательно, скорее всего, нужно чё-то сделать. Могу ли я с кем-то здесь поговорить? Это был подземный город роботов, который существовал здесь достаточно давно. За это я и люблю наше выживание, потому что встретить можно всё, что угодно. Оу, этого робота я знаю. Подождите, я помню его. Он был у нас в одном из роликов. Привет, Зимон. Мы рады, что ты пришёл. Располагайся, будь как дома. Ааа, вау. Как мне дальше проехать? Проезд был завален ещё тысячу лет назад. Но мы не отчаиваемся, ведь за ним стоят очень опасные преграды. Хорошо, как мне его расчистить? Для того, чтобы расчистить этот проход, тебе потребуется мегабур. Узнать про это можешь у шахтёра. О, смотрите, пасхалку моё команда какая-то оставила. Ты роботечис? Нет, откуда ты вообще знаешь моё имя? Ладненько, на самом деле я знаю, что его так зовут. Неважно, давайте найдём шахтёра. Кто понял, тот понял. Шахтёр находился на противоположной стороне. Если вкратце, то он попросил меня помочь разобраться с шахтой. Там завелись крысы и больше невозможно было копать. За это он даст мне бур. Я с лёгкостью выполнил это задание. Крысы никак не могли мне помешать. Придя к шахтёру и сдав задание, бур был у меня. Но мне всё ещё хотелось посмотреть этот город поближе. О, записка. Этот червь доставляет проблемы абсолютно всем, даже нам, роботам. Мы не очень хотели жить в пещерах, но из-за него пришлось перебраться сюда. Мы не понимаем, что нужно червю, но легенды гласят, что он не просто так пришёл в этот мир. На самом деле он станет спасителем. Червь несёт только добро? Моя команда мне, конечно, говорила, что, помните, червь непростой. Но это странно. Сколько людей, столько и мнений. Ну, сколько роботов, столько и мнений. Я в это не особо верю. Поисследовав эту локацию, я ничего полезного больше не нашёл. Разве только я заметил вот такую прикольную пушку. После я взял бур и очистил проход от завала. Спасибо большое роботам. Не знаю, куда меня этот туннель ведёт, но мне уже интересно узнать. Что там они имели в виду про этого червяка? Проехав ещё по туннелю, я встретил последний биом. Это был заледеневший туннель. Выглядело это очень холодно. В реальной жизни я бы в таком месте оказаться не хотел. Это чё, подождите? Так, останавливаемся. Жабы! Чё тут делают жабы вообще? Чё мне с ними делать? А, может, вас надо покормить? Тут их несколько штук. И я даже не понимаю, зачем они мне нужны. В принципе, ладно, я просто хочу выбраться из этого туннеля, поэтому вперёд из песней. Из туннеля я выехал абсолютно в новый мир. Это была выжженная пустошь. Максимально неприветливая локация. Все постройки были выжжены. Земля не имела природного цвета. И повсюду была лава. Этот мир не выглядел безопасно. Что же, ребята, вам нужно знать следующее. Я приехал в какую-то огромную локацию. И да, я бы мог просто ехать дальше. Но мы ещё можем очень много улучшений поставить на наш поезд. И, возможно, какие-то улучшения скрываются здесь. Как и вот тот вот монстр. Я его боюсь. Ладно, давайте для начала залутаем вот эти вот здания. Чё? Тут что, зомби? И звуки тоже не из приятных. Какая огромная рептилия, посмотрите! Ой-ой-ой! Это будет непросто. Я вас вижу! Ещё один! У нас остались патроны только на револьвер. Прекрасно. Итак, первый сундук. Это что ещё такое? Так. А! Что это было? Окей, ещё один сундук. А, новая пушка, смотрите! Я не знаю, поможет ли она нам в битве с червём, но вау! У неё есть даже лазер, посмотрите! Да, выглядит просто обалденно. Вот сейчас её на монстрах и протестируем. Здесь кто-нибудь есть? Предупреждаю, я не хочу ни с кем драться. Просто дайте мне забрать свои ресурсы и уйти. Зачем мне мышеловки? Окей, я могу их тут расставить. О, здорово! Привет! Ну, проходи! Ну, чё ты встал? Он кривляется? Я не понял! Новая пушка действительно неплоха. Но помимо всего прочего, здесь я ещё нашёл очень важную записку. Подождите-ка, смотрите, компьютер и записка. Червяк был экспериментом. Он искусственно выведен, и он вышел из-под нашего контроля. Мы должны были внимательнее за ним следить. Наша лаборатория в пустыне была уничтожена. Они перестали выходить на связь. Скоро, червяк захватит всё и разрушит всё вокруг, если его кто-нибудь не остановит. Ну, смотрите, мы узнали новую историю сюжета про этого червяка. Я думал, что это просто монстр. Ладно, возможно, это не самая полезная записка. Но, возможно, если мы ещё такие записки будем находить, то мы наконец-то поймём, как его победить. А пока что давайте залутаем ещё локации, и, может быть, дайём улучшения для нашего поезда. Вы только вдумайтесь, мы начинали из небольшой пустыни, а сейчас мы попали вообще в какую-то выжженную пустошь, проехав такое огромное расстояние. Моя задача сейчас залутать вот эту вот огромную локацию и надеяться найти какие-то улучшения для нашего поезда. Как вы знаете, больше всего меня пугает червь. И я очень надеюсь, что с этим червём я не встречусь. Так, патрончики, смотрите, какие-то улучшения для пушки. Но не то, чтобы они мне нужны, мне нужны улучшения для поезда. Чувак, ты в порядке? Почему ты застыл? Я не знаю, ты странный. Это стол зачарования, смотрите. Это выглядит, как будто бы это улучшение для нашего поезда. Ладно, локация огромная, думаю, что мы тут сможем ещё что-то найти. Я смог найти ещё одно улучшение. И оно было намного круче, чем все, которые мы встречали до этого. Итак, ух, вау. Первое вы уже видели, это стол зачарования. И второе, куда более интересное, это целая пушка. И, судя по всему, эта пушка ставится на крышу. Давайте её поставим. Нифига! Вот это, а интересно, чем она стреляет? И насколько она мощная? Йоу, мне кажется, теперь мы сможем справиться с этим червём. Возможно, это и есть наш ключ к успеху. И второе улучшение. Привет, Джонни, надеюсь, тебе оно понравится. Вот таким вот образом это выглядит. Великолепные книжные полки и великолепный стол зачарования, который, между прочим, работает. Ага, я уже слышу червя, давайте время терять не будем. И поедем отсюда поскорей. Мы проехали уже большую часть пути и постепенно приближались к финалу. Ё-моё, ребята, вы слышите? Давай-давай, быстрей-быстрей-быстрей. Нет-нет-нет. Он где-то рядом, ребята. И звуки стали громче, как будто бы он вырос. Я вообще не знаю, что тебе произошло. Давай-давай-давай. Дорога плохая, блин. Вот он, вот он, вот он. Нет-нет-нет-нет. Офигеть! Просто так пули его не берут. Сколько же я не пытался? Никак вообще. Вы посмотрите, там прям дыра. Стоять. Помоги. Уничтожь. Кого унич... Что вообще происходит? А, что это было? У меня вся жизнь перед глазами прошла. Он еще написал какие-то фразы в чате. Стоять, помоги и уничтожь. Как я узнал позже, пушка, которую я поставил на крыше, раскидывала те самые колотушки. И мы могли ей управлять. Тем самым, даже в самых крайних случаях, мы могли отвлекать внимание червя. В ближайшие дни я проезжал десятки локаций. Но все изменилось в один момент. Смотрите, мы подъезжаем к какой-то интересной локации. Не знаю, что нас там ждет. Надеюсь, червяка там не будет. Подождите. Подождите, это конец железной дороги. Воу. Мы доехали. Подождите. Воу. А? Я его слышу. О, вот он, смотрите, вот он. Ай-яй-яй-яй-яй. Судя по всему, это будет финальный файт. Так-так-так-так, давай, чтобы он не вылезть прямо подо мной. Окей, ребята. Не знаю, верите вы в меня или нет, но я постараюсь с ним разобраться. Окей, смотрите, я вижу, сколько у него хп. Получит ли он интересный урон, если я поставлю колотушку сюда и он врежется в эти блоки. Готово, смотрим. Да, смотрите, он получает немного урона. Окей, мы будем иметь это в виду на случай, если у нас патроны закончатся. Окей, расставим еще одну колотушку вот здесь. Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Получай, получай, получай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай. Минус три сердечка мне сделала с такой крутой броней. Итак, он практически разломал абсолютно всю арену. Так, отлично, он врезался в еще одну колотушку. Ой-яй-яй-яй-яй. Офигеть, ребята, это невероятно. Я до сих пор не верю, что все это добавлено в Майнкрафт. И это прямо сейчас перед моими глазами. Сражаясь еще на протяжении пяти минут с этим червем, я оставил ему минимальное количество хп. И в какой-то момент червь свернулся в клубочек. Подождите, ребят, я что-то не понял. Чего? Спасибо, ты помог мне, Зимон. Последние десять лет у меня болел зуб, и я никак не мог с ним справиться. Но ты помог мне, просто его выбил. Ты спас меня от боли, а ты, скорее всего, думал, что я хочу тебя убить. Чего? Этот червь что, не злой? Несмотря на добрую концовку, мне все равно кажется, что мы смогли победить этого червя, прокачать свой поезд и доехать до конца железной дороги. Это было невероятное приключение длиной в десятки тысяч блоков. И теперь оно подходит к концу. Червь уехал за горизонт, а я отправился дальше колесить мир на своем бронепоезде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова